У вас списывают деньги с банковского счета или мобильного счета телефона? Возможно, вы стали жертвой кибермошенников. Об атаках на ваши смартфоны поговорим с экспертом мобильного рынка Валерием Казаченко. Валерий Анатольевич, здравствуйте. Доброе утро. Валерий Анатольевич, давайте сразу о больном. У нашего редактора списали деньги из мобильного банка. Он обратился в полицию, мы говорим, что это не единичный случай. Да, на сегодняшний день такие случаи имеют место быть. К сожалению, ваш смартфон на сегодняшний день, даже не к сожалению, а все-таки к счастью, это мощный компьютер. И он подвержен тем же болезням, которые имеет и компьютер. Допустим, вам пришла какая-то смс непонятная, которой прикреплена обыкновенная ссылка. Да, ММС такие приходят периодически. Вы переходите по этой ссылке и, пожалуйста, ваш телефон заражен уже трояном, который без вашего ведома осуществляет какие-либо действия. Вот, видимо, такая ситуация произошла и с нашим редактором. То есть, получается, что лучше не пользоваться онлайн-банкингом? Ну нет, зачем же так? Онлайн-банкинг – это очень на сегодняшний день удобный ресурс и инструмент. И этим пользуются очень многие. Единственный момент. Я уже сказал, что смартфон – это компьютер, поэтому, как и компьютер, смартфон следует тоже защищать антивирусными программами. Допустим, Касперский. Если же ваш телефон работает на системе iOS, то эта система больше защищена и, в принципе, там большая степень защиты. iOS используется на айфонах. Давайте немножечко еще поподробнее о том, какие опасности могут подстерегать, вообще-то, пользователи смартфонов. Их очень масса. Прежде всего, не надо быть просто слишком доверчивым. И помнить о том, что вы храните очень много информации в своем смартфоне, и она может стать достоянием кого-то другого. В связи с этим, первонаперво, позаботьтесь о том, чтобы на вашем смартфоне была установлена, если это Android-система, то хорошая антивирусная система. Это первый шаг. А второй, не будьте просто доверчивыми, не откликайтесь на звонки вам о том, что вам ошибочно перевели деньги на счет, верните его обратно. Это может быть далеко не так. Допустим, если вам звонят и говорят, что с вашими близкими что-то случилось, тоже не надо сразу верить этому, паниковать. Нужно отнестись к вопросу здраво, рассудительно и проверить сначала информацию. Ну и не нужно просто ходить по каким-то ссылкам и незнакомым вам абсолютно, потому что там могут быть как трояны, и варианты очень распространены на сегодняшний день. Когда вам предлагают очень дешевый контент, однако не все условия... Чистую фильмы, которые там 15 рублей за просмотр фильма, ну, наверное, не знаю. Ну, вот именно в этом и кроется, потому что интерес, потому что есть еще мелким шрифтом на том сайте написана информация, которую, как правило, либо прочитать невозможно, либо ее все равно никто не читает. Я так брал ипотеку, да, это. Ну, ипотека – это очень серьезный шаг, чтобы совсем так доверять. Ну, да, фильмы мне тоже предлагают смотреть, 15 рублей за просмотр одного фильма, мне казалось. Я все-таки порекомендую именно, что написано мелким шрифтом на таких сайтах, читать очень внимательно. Слушайте, а куда смотрят в этот момент мобильные операторы все-таки? Все это происходит с помощью мобильного телефона. Вы понимаете, дело в том, что отправляет СМС, ММС, либо переходит на какой-то сайт и дает какие-то команды сам смартфон, либо это делает его владелец, оператор сотовой связи просто не может знать. И оператор сотовой связи просто дает возможность любому человеку при помощи смартфона выходить в эфир, можно сказать так. И оператор не может гарантировать вам полную безопасность в этом случае, потому что он просто предоставляет вам услугу. А именно каждый человек, как владелец аппарата, он обязан заботиться о том, чтобы информация хранилась на аппарате, а не была доступна различным мошенникам. Все понятно. Значит, мы сами в ответе за тот контент, который посещаем, который получаем. И, в общем-то, если заразились, это тоже наша головная боль. У нас в гостях был эксперт телекоммуникационного рынка Валерий Казаченко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова